Шо, отжали подсолнухи, братишка? Позвал человека на одну работу и дал ему другую, это же тоже нехорошо. Я так подумал, что это лучшее предложение по работе в этом году. Поехали смотреть! Всем привет! Вы на канале Типа Топ. Меня зовут Дима. И на канале Найса. И на канале Икс Два Деда. Икс Ту Деда. Икс Два... Ну, в общем, вот этого вот прекрасного аниматора. И первого, и второго вышли новые видосы. Поэтому я предлагаю нам их сегодня посмотреть. Перед началом подпишись. Если еще не подписан, забегай в мой телеграм. Я всегда напишу новости, когда выйдет новая реакция и новый летсплей. И погнали смотреть! А ты че тут делаешь, а? Короче, чесали мы как-то с кентом по дороге за городом. Не помню уже, какого ляда нас туда занесло. Но когда мы возвращались домой, рядом с дорогой росли поля с подсолнухами. Они хоть и зеленые еще были, но... Но натырить можно! Осуждаю, осуждаю. Что это такое? Нет, это неправильно. Это же чьи-то подсолнухи кто-то садил, правильно? Да зачем они, в принципе, тебе надо? Как будто семочки не продаются нигде, да? Но жрать семена уже было можно. В общем, сорвали мы каждый штук по четыре подсолнуха и погреби по домам на обед. Пожрал я дома борща, выгреб на лавку и сижу, жду, пока кент тоже подтянет сюда свои кишки. Но проходит час, проходит два, а кента нема. Думаю, че за дела такие? Где этот пентюх потерялся? И тут я вижу, наконец-то это туловище лепатит ко мне. Что, отжали подсолнухи, братишка? Не донес домой? А вы говорите, семочки, семочки. О, лишний раз во дворе с ворованными подсолнухами лучше не появляться. Рожа у него какая-то очень недовольная. Присматриваюсь, а у него еще и полрожи красной, как будто кто-то зарядил леща. Спрашиваю, ты где был и че так долго? И он как начнет, бла-бла-бла, как меня все задрало, бла-бла-бла, я всех ненавижу. У него как будто днище сорвало. Короче, как оказалось, когда кент пришел домой и принес подсолнухи, и так как у него была младшая сестра, он решил с ней поделиться. Себе взял покрупнее, а ей поменьше. Сестре это не понравилось, и она кинула подсолнухом в него. А он от... Так, подождите. Он и без того заботливый брат поделился ворованными подсолнухами. Она недовольна осталась. Что за неплагодарная молодежь сейчас растет? Отскочил и упал ей на голову. Она расплакалась и сказала маман, что это кент ее огрел по голове. Ну и маман надавала кенту пахаре самым большим подсолнухом. И еще начала заставлять извиняться перед сестрой. И тут он мне заявляет. Я сегодня сбегу из дома на злородокам. Говорю, ты дебил, чешо. А потом думаю, стоп, стоп, стоп. Это же прикольно. Надо посмотреть, что с этого выйдет. Не, посмотреть надо поучаствовать. А че смотреть-то? Кент бежит и я должен бежать. Я начал его поддерживать. Да-да, тебе надо убежать из дома. Ты совершенно прав. Короче, вечером я оттащил свое туловище домой спать. А кент пошел в подвал, который мы делали для посиделок зимой. Дома я поделал все дела и собирался лечь в кровать. Но ко мне домой вломилась кента маман. Начала спрашивать, где Жека. Ну а я че? Я включил дурака и говорил, что не знаю. В общем, она испарилась. Думаю, ну теперь точно можно и поспать. Эх, знал бы я тогда, какая ночка ждет меня. Отговорил бы кента. Но уже было поздно. И тут, а как началось, каждый час ко мне домой приходили разные черти в погонах. И пытались меня выбить, где сейчас находится кент. Да че вы к нему все время приходите? Ну лучший друг, это же неподозреваемый. Как будто он должен знать, как будто он виноват, что его друг пропал. А надо было разобраться в ситуации с подсолнухами, а не лупить своего сына без причины. Знаете, если разбираться глубоко, то тут цепь событий такая интересная. Как бы подсолнухи-то все-таки ворованы. Ну то есть, как бы, если бы не воровали, не было бы дальше проблем. Или и боком, и с прискоком, и вверх ногами. В тот момент я уже был бы и рад сказать, где Кент сейчас. Но предать его не мог. И продолжали эти черти трусить меня аж до самого утра. Ну а утром мы договорились с кентом, что я ему спущу с балкона на веревке пожрать. Я привязал банку борща, и потихоньку, не спеша, пока никто не видит, начал ему спускать. Кто тоже считает, что борщ это священный эликсир, залайкайте мой видос, вы поняли? Но план наш был не идеален. Так как в этот момент ко мне как раз опять пришли эти лапки в погонах. И? А ты чё тут делаешь, а? Я в тот момент аж чуть слюной не подавился. Так я тут это, рыбу ловлю. Ах вы ж крысы вонючие. Ну а дальше кента естественно споймали и отвели домой. Слушайте, они так часто ходили к нему вечером, что уже без спроса зашли прям на балкон. В данной ситуации я бы разобрался. Ну а мне, сонному и уставшему, ещё два часа рассказывали, какой же я засранец, что знал, где был Кент и не говорил. И сделали меня во всём виноватым. А Кент падла спокойно выспался этой ночью в подвале, и дома ему толком ничего и не сделали. Ну чтоб он больше никуда не сбежал. Ну понятно. Эх, может ещё разок сбежать? Чего? Не-не-не! Да шучу, я шучу. Или нет? Черкаш на стене в школьном туалете. А теперь к неважным новостям. Сто тысяч лайков за неделю на этом видосике. И раздача подарков вас ждёт в моём телеграмме. Именно так звучали слова Найса в начале ролика. Чистая правда. Третий раз, когда я собирался устраиваться барменом, был тяжёлым, потому что находилось в заведении в другом городе. А ещё это был веган, 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 веган. Так, ударение куда угодно. Понял. Это был веганский ресторан. Я типично навешивал лапши матери о том, что мне хватит моей зарплаты на нормальную жизнь. Далеко пока не убежали, я тоже достаточно часто проверяю ударения. Вы проверяете их? Или просто лепичите, лишь бы сказать? Нет, а тут-то на канале я себе говорю, как скажу. Я вообще такой бред иногда высказываю. Ну вот в официальных каких-то беседах, знаете, вот там я стараюсь придерживаться правильности. Но на самом деле, этих денег даже не хватило бы на съём нормальной квартиры. Поэтому я знал, что я буду спать в машине. Но с первых же секунд всё пошло не по плану. То ли потому, что я по телефону сказал, что еду издалека, то ли потому, что в целом сказал лишнего. Уборщик? Но по телефону вы сказали... Ну, это только по документам. На самом деле, ты следящий за чистотой. Я вот это ненавижу, отвечаю. Недобросовестные работодатели. В целом, тоже Найс сказал до этого, работа, за которую тебе платят, что тебе не хватит даже на съём квартиры. Что это за работа такая? Так и прикол в том, что большинство профессий такие. Ещё пойди попробуй найти такую работу, где ты и квартирку себе можешь снять, не самую худшую, не бабушкин ремонт, и покушать себе возьмёшь, не какие-нибудь там мивинки дошираки. Просто хотел быть барменом. Это потому, что я вам рассказал историю о том, как я позволил своему прошлому боссу пьяным сей за руль и ушататься в хлам. А он типа хотел бы, чтобы этого никто не узнал, а я всем рассказал, потому что эта падла мне даже не заплатила. И это было моё лицо, когда я узнал, что я уборщик. А это моё лицо, когда я узнал чуть позже, что зарплата у всех одинаковая. А, ну тогда нормально. Ну хотя смотреть, что тебе надо будет убирать. Если туалеты, и как бы можно было готовить кофе, а не убирать туалеты, то тут надо подумать. Это не честно. А по-моему, всё круто. Нас было трое. Я уборщик, этот парень, назовём его парень-повар, и это Милфа, назовём её Милфа-барменша. В первый же день нас собрали, и начальник, как будто по гайду, купленному в интернете, как быть лучшим боссом в мире, толкал такую знатную речь. О том, что мы вся команда, мы семья, мы все одинаково крутые и классные. И не надо называть меня боссом, я просто Витёк. А ещё он сказал, что он открыл этот ресторан на последние деньги, полученные с продажи своей единственной машины. Погодите-ка, получается, если у вас всего 600 тысяч, а аренда этого помещения стоит примерно 100 тысяч, плюс зарплата нам, плюс продукты, плюс налоговый вычет, плюс... Получается, что если ваша идея с веганским рестораном будет провальная, то примерно через 3 месяца ваш ресторан закроется. То есть ты приехал в соседний город устроиться на работу, но устроился не на ту, и тебе, возможно, не то, что не заплатят, так ещё и выпрут через 3 месяца. Я так подумал, что это лучшее предложение по работе в этом году. Поехали смотреть. Да, возможно, не лучшее решение говорить это в первый день. Ну, а в чём я не прав? Но слышать он этого явно не хотел. Что-то не так, Витёк? Всё хорошо. Мы же семья. Ну, не называй меня больше, Витёк, я теперь твой босс. Вы знаете что? Даже с учётом того, что я подпортил отношения с боссом ещё в самом начале, это всё равно была просто замечательная работа. Я не делал ничего, абсолютный ноль, как и барменша. Клиентов не было от слов совсем. Можно было подумать, что это просто первый день с открытия, и это нормально, но всё же было круто, кайф. И только повар готовил кучу блюд заранее, видимо, чтобы продукты не испортились. Ну и лох. Он выполняет работу, за которую ему платят. Ну, ребята, пожалуйста, только не надо зловеще смеяться и уходить за дверь. Ну, ёмай. Стоп, что? Ребята, только не надо мне отдавать все свои деньги. Хорошо, не будем. Ну, конечно, не будете. Это, конечно, звучит классно, но быстро наскучило. Мы не знали, куда себя деть. Мы сидели в телефоне, бродили по ресторану, барменша уже затирала до дыр бокалы. А я же решил развлекать себя. Иначе, раз денег на рекламу нет, значит, нас почти невозможно найти в этой подворотне, верно? Все верно. Просто в этом районе учится очень много индусов. Вот я и подумал, что успех будет сразу с первого же дня. Ну, план был... Ну, слушайте, вообще мыцель очень даже неплохая. Нужно просто объяснить индусам, что здесь есть это заведение. Вывеску на хинди сделать, или я не знаю. Был такой классный. Ну, я просто хотел открыть крутой ресторан. Ну, а в итоге... Ну, да забейте на клиентов. Главное, что есть мы, семья, которая останется с вами. Я же верю, что судьбу на вечер, все мы, одна семья. Пока вы платите зарплату. Двойное получение. До повара и до посудомойщика одновременно. Учитесь, ребята, пока я живой, как правильно повышаться с первого дня. Подкали меня еще раз и будешь сортиры чистить, понял? Ну, ну, только не надо зловеще смеяться и уходить за дверь. Да ну, блин. Осуждение номер два это ставить тебе ту работу, за которую тебе не платят. И вам, дорогие друзья, если пытаются навесить работу, которая не прописана в трудовом договоре либо в контракте, смотря как вы устроены, даже не пытайтесь ее делать. Пусть делает кто-то другой. Вам за это не платят. Даже спасибо не скажешь. Ну, е-мое. Стоп, что? Только, только не надо отдавать мне все свои де... Мы на пару готовили тонну всякой непонятной еды. И честно, я просто боялся уже что-либо говорить боссу, поэтому вопрос, для кого мы готовим, я придушил и он не мучился. Но ответ на мой вопрос родился прямо у меня на глазах и он был восхитительным. Рабочий день закончился. Если кто-то из вас веган, забирайте всю еду с собой. А, что, что он сказал? Я, я, я... Ребята, ребята, вы не поверите, но я сейчас поняла одну замечательную вещь. И вы, наверное, подумали, что я скажу, что я веган. Вот именно, ну, халявная еда, ну, о чем ты говоришь? Можно и веганом сегодня побыть, тем более, что это готовил не ты, а, как бы, человек, который шарит, как готовить, и достаточно, наверное, вкусно приготовлено. А есть среди вас веганы? Напишите в комментариях, вообще, что кушаете. Ну, вы все видели, как я безбожный жарбургер из Макдака, поэтому можно я тоже вкушу этот сладкий запретный плод, отец! Прошу, дай я мне совет, хо-хо, но я исправлюсь. На манусе, с ременью, я не могу не участвовать. Да не надо исправляться, я бы и так отдал, тут же половина бы точно испортилась. Это хорошо, потому что оно того не стоит. И после этого я точно могу сказать, что это была одна из самых лучших работ на свете. День за днем готовишь себе еду, получаешь деньги, не видишь клиентов, не платишь за жилье, а также спишь в машине, не моешься неделю, чистишь зубы в общественном туалете, работаешь без возможности повышения одинокий бомжара без друзей и знакомых в этом чужом городе. Ничего себе. Наталья Петровна, Николай Глубокоглотов, новости этого часа. Себе? Я даже и не думал, что было столько плюсов. Каких еще плюсов, блядь? И на удивление, в какой-то момент произошло чудо. Хоть начальник и надеялся, что в ресторан будут ходить индусы, но на самом деле интерес к этому заведению появился у другой категории людей. Козел, козел, у меня истерика, боже, боже. Я же сказала, я на диете, я не хочу смотреть фильмы, связанные с едой, но нет, мы пошли именно на это, Джордж. Ну, малыха, ну там же огонь людей, я убью. Он использовал вилку, Джордж. Это были вилы. Ты не понимаешь, как мне тяжело на диете. Села на нее три часа назад, а по ощущениям, как будто целых четыре. Джордж, дорогой, зачем ты выбрал себе такую женщину? Не, ну если вы давно, то ты ее поддерживаешь, конечно, во всех ее начинаниях и так дальше, но... Да у него все на лице написано. У меня истерика, мне надо срочно перекусить. А вот и ресторан, к счастью, Джорджик. Да зачем тебе эта диета? Это бред. Бред? Бред, это твой мангальный треп, Джордж. Мангальный треп? Это кальянный реп, ты моя булочка, смаками. Я не хочу тебя видеть, Джордж. Не бросай меня, пожалуйста. Мне так грустно налитая капуста, при кладываю гус, но теперь уже не грустно. Или как у них там это все звучит? Главный переходик. Не под каблуком у тебя комфортно. Боже, ты еще здесь? У нас нет 13 бургеров и 3 пицц. Это веганский ресторан. Это была просто проверка, я на диете. Не видно, что ли? Конечно, видно. Вы же пришли со своим овощем. Ладно, давайте глянем. Не поняла. А почему сценник на Ладу Калину стоит напротив веганской колбасы? И вопрос, почему, интересовал многих. Люди, как начали приходить, так же и плавно испарялись. Но это же неплохо. Какая бы дорогая еда не была, она все равно не пропадет. Ну, ребята, только не надо зловеще смеяться и уходить с едой. Просто это было не самое лучшее время и... Ну, знаете, все-таки он тоже свое получил. Позвал человека на одну работу и дал ему другую. Это же тоже нехорошо. А сам сидит и рассчитывает, что ему должны денюжки капать, приходить люди в ресторан его волшебный. Место для открытия подобного ресторана. Но самое лучшее время для того, чтобы работать в нем. зная куда будет деваться еда в конце, я с кайфом готовил вместе с поваром и после чего грустно ел ее в машине, потому что на мой вкус это было достаточно ужасно, но так дорого, так дорого. ты что, реально в машине живешь? Так вот, почему ты был такой грустный, когда я поржала над этим, подумал, что это была шутка. Может, пойдем ко мне? ОМАГААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Знаешь, что я сделаю? Давай, говори, стой, стой. Я... Сейчас мы будем заниматься ссать. Поеду спать в квартиру своего парня, поэтому и... А, так, ну, 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 а вы думали, а вы как хотели. Ну, ну, да, да, ну, спасибо за то, что принял душ. О, ма, гад, это же... Мм, это рандомный комментарий Для самых лучших, самых крутых Самых невероятных подписчиков Все верно, это про тебя Подписывайся в телеграм и на игровой канал Потом после работы зайдет сюда Ты попытайся объясниться до того, как он тебя забьет битой Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать бул... Все, ключи на крючке, сладкие булочки в холодильнике Увидимся на работе Ага, именно опознавший труп Потом, конечно, выяснилось, что это была шутка И ее парень знал, что я был у нее И он даже не собирался приходить Но не зная этого, я просто... Всю ночь перебирал варианты того, что я скажу ему, когда он зайдет Не-не-не, вы не так поняли Почему я у вас в квартире? Ну, ваша девушка подошла и сказала Пойдем ко мне Я принял душ, а потом попробовал ее сладкие булочки Погоди... Давай другой вариант Давай другой, это очень нехорошо звучит Пойдите, остановитесь Не надо мне ломать и вторую ногу Я же все объяснил И вот не спавший всю ночь по причине того, что я просто хотел жить Придя на работу, меня ждал грустный начальник И сходу было понятно, о чем сейчас будет речь Но было интересно... Я вас увольняю, да? Как именно он это сделает? Знаешь что, дружок Ты, конечно, хороший парень И отлично выполняешь работу, которой нет Но я уже не знаю, чем вас занять А те слова, что ты сказал про то, что у меня три месяца, да Все идет ко дну, клиентов нет И с такими ценами вряд ли будет Мне надо уменьшить расходы Но уволить без причины я тебя не могу Поэтому, если ты уйдешь молча и никому ничего не скажешь Я дам тебе 500 рублей Ага, нет Если корабль идет ко дну капитан, то он нет вместе с ним Называйте меня капитан Джек 700 рублей Ага, капитан Джек 700 рублей А что? Подходит Наше переключение началось Передайте ключи барменша Э, ты куда? Злой дядя попросил меня уйти И вас, скорее всего, ждет то же самое То есть, подождите, за всю неделю работы он получил 700? Или 700 это за то, что он никому ничего не скажет, да? Тогда придется отдавать 700 Или бежать Боже, как я выяснил, они закрылись не через три месяца, а шесть Ну я почти угадал И знаете, ни разу не был в детских лагерях Но по ощущениям там развлекаются Примерно так же, как я устраиваюсь на работу Ссылка на мой бусти в описании Буду признателен за добровольную поддержку Именно так звучали последние слова Найса перед тем, как закончился ролик Если подводить итоги по этим двум роликам То, в принципе, суть в конце одна и та же Не совершай какой-то ерунды в начале Не воруй, не обманывай людей Приглашай не на ту работу, чтобы в конце У тебя было все хорошо А если вам понравилось смотреться на эти ролики Ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал Пишите ваши комментарии Забегайте в мой инстаграм, телеграм А также на игровой канал А с вами был Дима Типа топ Пока